Я вот такую тему поставил в Аграрный университет как полигон формирования сельской и социальной инфраструктуры. Дело в том, что вот с кем бы мы ни говорили на эту тему, так или иначе мы получаем обращение к нам. Потому что вот проект СИСКО, который разработан очень глубоко, значит, вот я покажу сейчас там на следующей картиночке, скажем, ну, в двух словах его идею скажу. Это биоэкофлора, структура, значит, они выкупили три хозяйства на себя, один собственник трех бывших хозяйств, изучили природно-ресурсный потенциал этой территории, разработали представление о том, какие технологические вещи здесь могут быть организованы. Аграрные, исходя из этого, спланировали рабочие места, а только после этого уже планируют жилую застройку. Вы знаете, что сегодня вопрос решается иначе. Вот возьмите наш Питер, да? У нас вопрос один. Пробили 300 гектаров и сплошняком застроили жилье. А куда люди поедут на работу? Естественно, в Санкт-Петербург. Вот возьмите наш Кригород, значит, Колпина. Да, огромнейшая территория застроена двухэтажными кубиками. И, естественно, в той зоне нет ни одного рабочего места. Вот биоэкофлора, здесь обратный подход. Вначале рабочие места. Значит, рабочие места, это, в принципе, животноводство с переработкой отходов, биогаз. Это рыборазведение, это тепличное хозяйство, значит, ну и такая, в общем, там рассчитано. И вот здесь, скажем, маленький, да, кусочек этого проекта я вам демонстрирую. То есть здесь прямо вот дом строится так, что у него под окошком рабочее место основное. Вот там зелененькие, синенькие такие идут, значит, клетки. Это тепличное хозяйство, то есть у каждого система тепличных хозяйств, она централизованная, единая. И у каждого под окошком своим есть тепличное хозяйство. Дальше идет участок, вот зелененьким, биклеточками обозначены, которые он сам обрабатывает. А вот по центру идет желтенькие квадратики. Это уже зона промышленной обработки. То есть здесь идут трактора и обрабатывают землю, но, тем не менее, в рамках этого поля тоже каждый имеет возможность, значит, ввести свое хозяйство, как он считает, необходимым. И все это ведется по технологиям, разработанным управляющей компанией. Задача того, кто вселился в этот дом, выращивать продукцию по заданным технологиям. Ну, это тоже близкое к Курьяновскому опыту. И дальше проблемы продажи из пункта решает управляющая компания. Для этого есть централизованные склады, самые современные. Есть индустриальный парк и деревообработка для обеспечения круглогодичной занятости. То есть вот так действительно продумано все достаточно серьезно и глубоко. Вот вчера после круглого стола, у нас такой спор уже там в кулуарах возник. И, значит, один из специалистов мне доказывал, что эта ситуация не перспективна, потому что люди оказываются в положении таких полурабов наемных, что у них собственность это только дом. Это по ульяновскому опыту мы вчера эту тему обсуждали. Но ведь это сегодня обсуждается ситуация сегодняшнего дня, когда действительно правильно сейчас говорили, что многие научились работать, и надо хотя бы приобщить к работе. Но дальше, когда дети вырастут, и если они будут проявлять свои хозяйские качества, то, конечно, и структура собственности может меняться. И те фермеры, которые претендуют на большее, они могут входить собственниками и в центральную компанию, и развиваться как угодно, и вести свой бизнес во всех сопутствующих структурах, в переработке и так далее. То есть я лично не вижу здесь тупика, потому что организационные формы, они тоже будут совершенствоваться по мере развития бизнеса. И вот когда я беседую, к примеру, с ИСКО, это проект, который мы реализуем вместе на границе Тверской и Московской области, в районе Завидова, это Московская область, то опыт очень интересен, он заслуживает тиражирования по стране, так же, как, скажем, у Яновских область. Но, а кто этим будет заниматься? И вот он постоянно у нас. Почему? Потому что кадр нужен. Для того, чтобы продвигать эти идеи, нужно готовить людей. А готовить людей нужно не просто, так сказать, по книгам или теориям, а нужно в конкретной практике. Сейчас же хозяйство любое, оно, конечно же, по самотарным нормам. Никого никуда близко не подпустит. Следующий слайд, это как раз Ульяновский проект, о котором уже сегодня говорили, комплексного развития сельских территорий. Там ситуация, когда создается, мы вы видели, на картине мы показывали, 40-километровый радиус, огромный такой гламерат, создается в центре компания, которая развивает генетику и технологии, и все остальное. А дальше обычные фермерские частные хозяйства, но это освоение огромной территории сразу же. Создается огромный кластер, который работает как единый механизм, когда решены все вопросы. Проблема ведь в чем? Вот видите, внизу здесь картиночки, эти цифры разнятся, они здесь могут быть, но вчера замминистра Выстухаева назвал эти цифры. Вот видите, в чем проблема вообще и инфраструктуры, села, и сельской жизни. Тот, кто производит продукцию, получает, ну, скорее, в районе 15% от общего дохода. Вот, значит, продали сельскохозяйственную продукцию, получил какой-то прибыль. Кто ее делит? Тот, кто ее произвел, тот, кто ее переработал, и тот, кто ее продал. Так вот, тот, кто ее произвел, получает из этого общего куска примерно 15%, где-то процентов 30-35% получает переработчик, а все остальное достается так. Поэтому в такой ситуации работать невозможно. И вот, собственно, то, чем занимается Ульяновск, взять вот эту всю цепочку на себя, производство, переработка, продажа. И тогда, значит, здесь можно говорить о том, что, ну, конечно, будут и то, и продажи, и так далее, но все-таки в целом в этой цепочке прибыль-то есть. Она просто распределяется так, что трудом правильных, правильным именно живешь, полотками, но это сказано, тяжело бы сохраниться на селе. То есть тот, кто пришел в поле пашек, он очень далеко от денег, и, соответственно, он ничего не получает. Поэтому задача этих проектов вот эту ситуацию менять. Вот на следующем слайде, я просто в порядке примера, это уже как раз молодежный предпринимательский центр возрождения Сибири. Они присылали мне свои разработки, все целую концепцию, там просили каких-то советов. Значит, молодежный агротехнопарк Кербейский, вчера они их откладывали, в Красноярске. Вот они планируют создание социально-инновационно-ориентированной модели развития молодежной, самоуправляемой сельской территории. Здесь у нас, в Ленинградской области, вот в частности, у Волошева, значит, населенный пункт такой, приезжали ко мне и директор хозяйства, и руководство, просто предлагают реализовать идею молодежного хозяйства. Там сейчас оно неплохое хозяйство, имеет хорошую перспективу развития, и вот можно было бы его трансформироваться в такой пилотный проект молодежного поселения и молодежного хозяйства. Очень интересный проект. Мы по этому поводу хотели собраться отдельно на базе нашего университета. Я их не осуществлю, как только они подготовят, то мы готовы, мы готовы со своей стороны оказать всяческое содействие. Несколько слов еще из таких общих соображений, хочу сказать, по инфраструктуре села. Дело в том, что у нас в целом, на мой взгляд, идет не совсем верная такая парадигма пространственного освоения территории. Как у нас? Вот есть районный центр, там все есть. Вокруг него там чем дальше, тем жиже, а на стыке районов там вообще ни дороги толком, ничего. То есть вот это, на мой взгляд, неправильно. Значит, как постучаться до тех, кто формирует предоставительные парадигмы нашей страны. Но в 21-м веке, конечно, нужны иные подходы. На наш взгляд, Россия, вот при такой колоссальной протяженности, чтобы нам сохранить хотя бы эту территорию, нам нужна лучевая эгломерация вдоль железных дорог. То есть нам хотя бы застроить те территории, которые так или иначе прилегают к железным дорогам, к железным дорогам, ну и естественно, к таким уже магистральным трассам, которые проложены. А дальше нужны центры первого, второго и третьего порядка. Ну, например, берем там, так сказать, например, я в Калининграде, вот это рисовал, как калининградский опыт разумно организовать. Нужен центр первого порядка, где с точки зрения социальной расположены те объекты, востребованность, в которых возникает, я не знаю, раз в квартал, раз в полгода, ну и репетаж, музей, так сказать, театр, вот это центр первого порядка. Дальше, центр второго порядка содержит объекты социальной инфраструктуры, потребность которых, так сказать, раз в неделю, раз в месяц, то есть это уже доступность должна быть совершенно другая. И, наконец, значит, центр третьего порядка, это центры, где должны быть объекты повседневного спроса уже, то есть это магазин, это школа, это детский садик, это спортивная площадка, вот это должно быть здесь. Итак, человек живет, вот если в центре третьего порядка, он у него плюс какой? У него более разряженная среда, потому что, вот если в центрах первого порядка там каждый имеет максимум там 4-6 соток, в центрах второго порядка там уже может быть там, значит, 20-30-40 соток, а в центрах третьего порядка там уже можно иметь гектары, десятки гектаров, выигрыш в том, что в центре третьего порядка у тебя жизнь на природе реальная. Если тебе нужно, значит, оказаться в театре с семьей, да, так сказать, один раз в месяц, то для этого есть железная дорога, ты там в течение двух часов можешь там оказаться, а дальше от железнодорожной станции по сути и есть центры первого порядка или второго, а от железных дорог идут уже, так сказать, центры третьего порядка, и вот такая логичная система, хотя бы пример какой-то нам бы такой применить, вот Калинградская область, она наиболее подходящая для разработки такой модели, но там тоже проблема в чем, предельная численность населенного пункта 500 тысяч человек, если эта численность превышена, это противоестественное заселение, и там идет угнетение просто физического здоровья человека, потому что человек начинает мультировать, что он состоит до Бога для жизни в природе, если он природу видит раз в неделю, то он начинает мультировать, как и любой мир, и дальше утрачивает физическое здоровье, за счет чего население в городах сохраняло, за счет того, что приезжало для создания семей и молодежи из деревни, вступали в браки с городскими жителями, а ребенок впитывает в себя генетику наиболее сильных, и поэтому за счет этого как-то поддерживалось физическое здоровье городского населения, за счет этого. а если деревня пустела и такой подпитки не будет, то упадет просто физическая деградация на уровне просто физиологии или на уровне мутации. Поэтому это все вопросы такие не просто каких-то частных проблем, как жить лучше, так хуже. Это речь идет о том, что действительно будет или не будет нашей государственности, это гео-стратегическое будущее нашей страны. И, кстати, в формировании новой градостроительной парадигмы города должны быть заинтересованы гораздо больше, чем сельская местность. Потому что никакие кольца, три кольца или четыре, они все равно не способны. Ни Москву, ни Питеру. Мы это видим. Это только начало, маленькое начало тех процессов, которые нас ждут в Москве, к примеру. То, что мы сегодня наблюдали в этом году. Поэтому бесполезно там строить кольца. Нужно понять, что нам нужно предложить модель проживания более интересного и более комфортного, чем в Москве и в Петербурге. Это единственное спасение городов. Когда люди поедут из Питера, из Москвы в другие населенные публики. Чем занимаются Соединенные Штаты с 60-х годов? Мы же проблему в 60-е годы поняли. И за 20 лет им удалось из городов веселить сельскую местность порядка 6,5 миллионов человек. И поэтому мы сегодня имеем одноэтажную Америку, где 80-90% населения проживает на природе, в одноэтажных домах. У нас, при том, что мы 12 гектаров на человек имеем, 80% населения выживает в многоэтажных домах, соответственно, мутирует и здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...